Здравствуйте! На телеканале Ахтва время общения в прямом эфире. В студии Елена Мурмилова я представлю гостя. Нашей студией сегодня это известный политик Роман Гребенников. Роман Георгиевич, добрый вечер. Роман Георгиевич, хотелось бы начать с довольно-таки горячей темы. Вот и в прямом, и в переносном смысле слова. Май месяц, и на дворе время жарко и для людей, и для городских властей. Вот на ваш взгляд, какие основные задачи сейчас, в конце весны, стоят перед городскими властями? Очевидно, что несколько городских проблем нужно иметь в качестве приоритета у городской власти. Неважно, временный или постоянный. Ну, постоянные, правда, проще проблемы решать. Очевидно, что нет ощущения того, что завтра из-под тебя там стул выдернут, да? А временщикам, конечно, чуть сложнее. Но в любом случае, в мае месяце, конечно, нужно очень активно заняться, как это ни странно, подготовкой к будущему отопительному сезону. Потому что заниматься подготовкой к отопительному сезону нужно не за день до начала отопительного сезона, не 15 октября, а когда 16-го включать, надо уже, так сказать, и тепло давать в поликлиники, больницы, детские сады и школы, да? А вот именно сейчас. Остается чуть больше четырех месяцев. И, конечно, у меня, откровенно говоря, большие опасения вызывает та ситуация, которая сейчас ложилась и с подготовкой к отопительному сезону, и вообще с функционированием и работой муниципальных предприятий. Причем подготовка же идет не в части исключительно только ремонта сетей, вернее, должна вестись, но и с точки зрения подготовки жилых домов. Поэтому здесь параллельно нужно задействовать и активизировать работу жилищных управляющих компаний, чтобы они не спали, чтобы они вовремя рассчитывались с тепловиками, с водоканалом, с межрайонными электрическими сетями, потому что если идут очевидные дисбалансы в расчетах, управляющие компании, собирая денег с населения, перестают платить муниципальным предприятиям горводоканалу, межрайонным электрическим сетям, муниципальному тепловому хозяйству. Естественно, сразу же идет срыв выполнения производственной программы. Не выполняя производственную программу, то есть не ремонтируя котельные, не покупая новые котлы, не меняя сети, естественно, невозможно подготовить город. То есть все здесь очень и очень взаимосвязано. У меня опасения связаны с чем? Долгов за последние полтора года муниципальные предприятия сетевого хозяйства, коммунального, городского сетевого хозяйства, накопили в таких уже объемах, что выполнять производственную программу, и при этом погашать эти долги фактически невозможно. Я полагаю, что сейчас значительная часть муниципальных предприятий, прежде всего электрические сети, водоканал будут вынуждены частично оплачивать долги, которые накопились за счет невыполнения производственной программы. И в этой связи, конечно, чревата эта ситуация тем, что в период с начала отопительного сезона до его завершения у нас могут быть сложности в период с 2012-2013 год. И я очень рассчитываю на то, что все-таки правильным образом наши временные власти, в данном случае и исполняющие обязанности сети-менеджера или главы администрации Волгограда Собакарь и, собственно, глава нынеша избранной из депутатского корпуса Васильков приоритеты расставят так, чтобы все же дисбаланс в расчетах между жилищными компаниями, управляющими, муниципальными предприятиями сетевого хозяйства и, в конечном счете, взаимоотношения с газовиками, с лукойлом и с поставщиками электроэнергии был найден. И все-таки населению, так или иначе, и руководящему составу, и в целом обществу, горожанам, волгоградцам объяснили бы, куда мы в этой связи должны идти, куда мы вообще движемся. Ну, скажем, приоритет развития теплового хозяйства каков сейчас? Ну, скажем, полтора года назад нам рассказывали о том, что вот сейчас мы оформим договор аренды с лукойлом и тепло у нас по Красноармейскому и Кировскому району будет отдано арендатору в виде лукойловской структуры, а затем лукойл возьмет в аренду все тепловое хозяйство. Сейчас об этом уже молчат. Вероятно, тогда подход нужно сделать прозрачным. Вариант первый. Финансовое оздоровление существующих муниципальных предприятий, тех, что мы создали в 2009-2010 году, и тех, что благополучно убивали в 2011 году, бывшие временные руководители города. Значит, или при нем, во всяком случае. Вариант первый – это оздоровление муниципальных предприятий. Вариант второй – то, что тоже обозначал, по-моему, бывший зам ВРИПа господин Пикалов, который сейчас, по-моему, в Свердловск уехал уже, это акционирование муниципальных предприятий и последующая их продажа. Вот вам какой вариант? Это вариант, конечно, негативный, но он тоже, так сказать, вероятно, должен быть каким-то образом проанализирован. А вообще, насколько это возможно, главное, необходимо и так далее. Конечно, я полагаю, что вариант первый более резонен, более справедлив и более, что ли, отвечает потребностям волгоградцев, потому что я всегда стоял на стороне муниципальных предприятий, если мы говорим о сетях муниципальных, если мы говорим о тепле, о воде и электроснабжении. Вариант третий – сдать сети, если мы говорим о, опять же, теплоснабжении или водоканале, или электрообеспечении, сдать эти сети в аренду или в длинную концессию. То есть там, где нет делимого улучшения, остаются у муниципалитета. И вот тоже нужно тогда проанализировать, объявить о том, что курс волгограда, скажем, идет вот в эту сторону. Или, скажем, городское руководство двигается в этом направлении. Он тоже имеет свои минусы, свои плюсы. Ну, плюсы заключаются в том, что часть долговых обязательств потенциальный консессионер или арендатор мог бы взять на себя. И таким образом, как бы, спасти в некотором смысле от долгов, существующие муниципальные предприятия. Минус, конечно, в том, что управляемость будет несколько иной, потому что муниципалитет тогда рычаги влияния на собственные сети теряет, фактически. То есть вот первое, второе, третье направления. Я, конечно, полагаю, что некая прозрачность в том смысле, в каком направлении мы должны двигаться, нужна. И думаю, что руководству временной администрации придется очень скоро определиться, потому что времени остается очень немного. Май месяц – это не январь, да, не февраль. Это уже май, а тем более середина мая. Завтра наступят, что называется, дни, когда надо будет очень серьезно выполнять производственную программу, которая уже стоит под угрозой в силу того, что имеются долги, а я уже сказал, что явно за счет производства программы придется погашать долги, которые накопились, правда? И возникает вопрос, а как дальше иметь дело с газовиками, которые сейчас уже справедливо поднимают вопрос о наличии долговых обязательств и о том, что они тоже должны иметь некие ориентиры. А власть в какую сторону будет двигаться? Кто будет следующим оператором, если мупов не будет? Кто будет погашать и берет на себя эти долги? А если мупов будут, то в этой связи сможет ли тот же Межрегион ГАЗ дать такую рассрочку, которая была бы льготной для муниципального предприятия теплового хозяйства, например, да, и выгодной для города? То есть здесь очень, очень быстро нужно определить приоритеты развития коммунального сетевого хозяйства. Если этого не сделать, то мы, как и при предыдущем в РИПе, просто будем скатываться вниз. Долгов будет все больше и больше. Жилищные компании, управляющие все больше дезорганизованы и дальше будут от власти, и все меньше будут платежей выдавать на гора муниципальным предприятиям, покажая свои долги. И результат будет таков, который мы уже претерекали. Где-то в октябре-ноябре месяце коллективное банкротство муниципальных предприятий. Я думаю, что этого допускать нельзя. Уже одно из муниципальных предприятий, межрайонные электрические сети, уже находится на стадии наблюдения. То есть на первой стадии банкротства. Правда? Ну, мы чего ждем? Мы ждем, чтобы завтра и водоканал по этому пути шел, а потом еще тепловые сети туда же зашли. Ну, это путь к разрушению. Это путь к падению. Так что я все-таки надеюсь на то, что приоритеты городская власть определит как можно быстрее. Время уже нет. Что касается управляющих компаний, то, с чем мы каждый день сталкиваемся, рядовые горожане. Может ли власть, действительно, насколько плотно власть может или должна контролировать их работа? Вы сами же говорите, что на сегодняшний день рычагов влияния муниципалитета на управляющие жилищные компании не так много. К сожалению, не так много. Потому что право на регистрацию таких компаний у муниципалита отсутствует. Их регистрирует налоговая служба. Право администрировать и штрафовать в этой связи также отсутствует. Это делает государственная жилищная инспекция. То есть структура, находящаяся над муниципальной властью. В данном случае государственная структура. Воздействовать нужно и можно исключительно методом общественного давления. То есть разъяснением населению, какая структура из жилищных управляющих компаний выполняет все социальные обязательства с точки зрения своих налоговых отчислений, с точки зрения погашения долгов перед поставщиками воды, тепла и электроэнергии. Какая из структур в этом конкурентном море управляющих компаний ведет себя добросовестно. А какая, извините, занимается воровством тарифа и непонятно еще бог знает еще чем. Клонирует одноименные названия и обманывает население уже в десятый, в одиннадцатый раз. Но при этом муниципалитет должен быть инициатором тех проверок, которые позволят тогда не только пряникам, но и кнутом воздействовать на такие нерадивые управляющие жилищные компании. Муниципалитет не может командовать прокуратурой или тем более какими-то еще силовыми структурами. Муниципалитет не может командовать государственной жилищной инспекцией. Но инициировать проверки, обращаться к структурам этим, консолидировать их усилия на общих планерках, на соответствующих совещаниях, стараться сделать так, чтобы структуры властные работали в одном ключе, а не в разные стороны. Муниципалитет просто должен. Еще раз подчеркиваю, это роль скорее координирующая, не давлеющая, потому что такой рычаг отсутствует у муниципальной власти сейчас по действующему жилищному законодательству, а скорее здесь вот такой координирующий. Механизм, да, взаимодействие. Конечно, механизм должен быть. Этот механизм выработан и он существует. Надо только работать, действовать в этом ключе. И совместные планиурки проводили, и мы в свое время проводили. Насколько я знаю, действующая власть пытается в этом ключе работать. Насколько получается, это вопрос другой. Не всегда даже усилия силовых структур достаточны, чтобы повоздействовать на дуэльную жилищную компанию, потому что некоторые хозяева таких жилищных компаний, ну скажем так, привыкли действовать в условиях неправового поля. Для них полукриминальная среда зачастую более естественна, чем исключительно работа по закону. Это правда. Когда десяток одноименных контор заранее регистрируются, на которые оформляют стильные протоколы липовые, и зачастую такие собственники жилищной компании прекрасно понимают, что пока это маховик судебной системы будет раскручен, пока это через суды, через полгода, то и через год будет доказано, что эти протоколы липовые, пройдет много времени. А в этот период времени они соберут деньги с населения, естественно, ничего не заплатят водоканалу и тепловому хозяйству, ну и так далее, так далее, так далее. А проблема, она же будет нарастать, ведь люди-то не виноваты. Гражданин говорит, я платил. Это же не его проблема, что тот, кто получил эти средства через частные вычислительные центры, через частные информационные расчетные центры, не довели эти деньги до тепловиков и поставщиков воды. Вот здесь, к сожалению, реформа жилищно-коммунальной сферы на таком федеральном уровне, она пробуксовывает. Декларируется свобода гражданского оборота, свобода работы жилищных компаний в части эксплуатации жилого фонда, но при этом механизма контроля фактического нет. Это правда. Я думаю, что только общими усилиями силовиков, муниципальной власти, губернской власти в лице жилищной инспекции можно вообще эту проблему хотя бы держать под контролем. Решить ее можно, конечно, только законодательным способом. Только изменив порядок регистрации таких управляющих жилищной компаний, порядок их ликвидации и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот о чем вы говорили, что не затянется ли аналогичным образом ситуация с дорожным ремонтом? Недавно прокуратура проводила в Волгограде проверки, выявили многочисленные нарушения, вот выявили, и что дальше? Вот не затянется ли опять же ситуация? Вы знаете, вообще дорожная проблема, она очень многослойна. Здесь и проблема объективная в виде недофинансирования, хронического недофинансирования этой отрасли, и субъективная проблема, связанная с тем, что даже те средства, которые поступают, зачастую, к сожалению, используются крайне неэффективно. Ну, да, он в Волгограде только ленивый, он уже не лугает. Мы увидели неэффективность использования во второй половине 2011 года, когда в результате проволочек, почти полугодовых проволочек в течение всего 2011 года, начиная с апреля месяца 2011 года, когда деньги поступили в область, и когда их начали осваивать в городе едва ли не в сентябре, и потом в декабре месяце бросали эти деньги, получается, в снег и так далее. То есть вот, скорее, чиновничье недоразумение, проблемы и преступная халатность привела к тому, что деньги освоены были крайне неэффективно. Но что здесь можно сказать по этому поводу? Опять же, городская власть, пусть даже и временная власть, она должна определиться. В каком направлении вообще будет двигаться дорожная отрасль, городская дорожная отрасль? В каком? Ну, скажем, есть первый путь, который был до Гребенникова в городе Волгограде. Содержанием дорог до прихода нашей команды к власти в городе занимались многочисленные дорожные компании. ООО «Био», ООО «Еще какое-то», ООО «Еще какое-то». И конкурсы проводились раздробленными по каждому району города. Восемь районов, восемь отдельных конкурсов. Примерно так же дробились и подрядные работы, если мы говорим о капитальном ремонте, если мы говорим о реконструкции дороги и так далее. И так немного денег. Но и эти же деньги были раздроблены не единым лотом на весь город, а, так сказать, индивидуально. И масса частных контор, зачастую используя, кстати говоря, арендованную муниципальную дорожную технику, благополучно эту технику убивала и наживалась, естественно, на этом получая свои сверхприбыли. Я не думаю, что с дорогами, так сказать, было очень здорово до июня 2007 года. Увидев всю эту картину, мы в течение года эту картину меняли, изымали технику в муниципальные руки, воссоздавали фактически работу Треста дорожному столовому строительству, потому что этот Трест намеренно, с моей точки зрения, к этому времени ввели к финансовому банкротству. В течение 2009-2010 года мы закупили дополнительную технику для этого Треста. Мы объединили в один лот и объемы по содержанию дорог, и по работам, связанным с подрядными работами, по ремонту дорог, по капитальному, по тем объектам, которые связаны были с постройкой уже новых дорог, и, естественно, ориентировались на, прежде всего, поддержку муниципального предприятия, потому что, естественно, муниципалитет должен поощрять собственный МУП. Не убивать его, а поощрять его. И протекционистские меры должны быть здесь сделаны. То есть, вариант второй. До меня многочисленные частные конторы занимались. С моим приходом мы вернули здесь влияние муниципального Треста ДМС, ДРСУ Держинского района, ДРСУ Советского района, который Советский Кировский район обслуживает и так далее. Возможен и третий вариант. Он тоже возможен. Может быть, есть какие-то соображения у чиновничьей среды города, и будет сделана ставка, скажем, на какие-то приезжие организации, какие-то мощные крупные компании не ростовского характера, там, саратовского, еще бог знает какого. Я слышал это от одного из бывших чиновников, заместителей бывшего губернатора Боровко, который всерьез рассказывал, ну, знаете, у нас так много денег, местные дорожники не смогут их освоить. Мы обязательно привлечем дорожников якобы с Ростова и там бог знает еще откуда. Все эти сказки я тоже слышал. Вот первый вариант, второй, третий. Я тоже хочу услышать направление развития дорожной отрасли от нынешней временной власти. Мы куда будем двигаться? К банкротству треста дорожного столового строительства? Ну, мне кажется, это губительный путь. Значит, ну, по этому пути шли до июня и мая седьмого года. Шли. Так же, как тогда же убивали практически муниципальные автокоммунтранс, ту же самую технику раздали в частные руки, которой мы потом забирали эту технику, то, что, правда, от нее осталось в восьмом и девятом году. Ну, я полагаю, что, конечно же, приоритет должен быть в пользу муниципального предприятия. И, естественно, эту работу нужно объявить, по этому пути следовать публично, вдохновив, так сказать, и коллектив, сказав, что его не бросят на произвол судьбы и не будут вечно ссылаться на то, что, вот видите, у нас 94-й закон, у нас аукционы, у нас вот электронные торги, мы никак не можем помочь. Это все вещи, которые, безусловно, связаны с тем, что власть показывает собственную недееспособность, малоэффективность, скажем так, да? МУП должен участвовать в аукционах, никому сдавать заказы свои не должен. Как это случилось, помните, с контрактом по содержанию святоточек города на 2011 год, когда благополучно объявили о том, что винители, горсвет проиграл аукцион. Поэтому выиграла нижегородская контора, которая потом этот же горсвет нанимает носу подряд. Это же свинство, это же полукриминальная история. Такого быть не должно. Но я думаю, что и по линии муниципального освещения, если мы говорим о содержании святоточек города, горсвет должен получить поддержку муниципального предприятия. И муниципальный трест дорожному строительству должен знать, что его не бросит ни временная администрация, ни те, кто будет избран и официально будет признан постоянной властью, который, надеюсь, у нас появится в виде главы Волгограда и обновленной городской думы в марте 2013 года. То же самое, я бы сказал, и в отношении вовозящих мусорорганизаций, если мы говорим о вовторком унтрансе. Конкуренция, она не должна заключаться в том, что муниципальные предприятия должны быть убиты, а частные на ее основе должны быть созданы и благополучно существовать. Нет. Они должны конкурировать друг с другом. Не воевать, а конкурировать. Но не за счет интересов муниципалитета. Так что, полагаю, что собакарю и, конечно, главе избранного из депутатов Василькову придется очень скоро ответить перед волгоградцами на очень непростые вопросы. Я надеюсь, что вопросы будут осмыслены и ответы на эти вопросы будут тоже вполне разумными, устраивающими горожан. Во всяком случае, я пока в это верю. Но какие надежды Вы возлагаете на развитие транспортной системы города? То, что дорогам поговорили, а то, что непосредственно касается дорог. Мы говорим, наверное, с точки зрения общественного транспорта, правда? Да, общественного транспорта. Потому что развивать частные такси, думаю, что не нужно. Они развиваются без нас, без власти как таковой. Хотя, с учетом нового принятого закона, вполне жесткого такси будут, как мне кажется, будут более зарегламентированы в своей деятельности. Но власть должна беспокоиться прежде всего об общественном транспорте, о нормальном трамвае, который должен прийти, если мы говорим об обновлении трамвайного парка, о автобусном парке, о троллейбусном парке. Практически все эти виды общественного транспорта нуждаются в том, чтобы новая техника у нас появилась. Опять же, здесь нужно определить приоритеты. Куда мы движемся? Всем сразу заниматься невозможно. Это за двумя-тремя зайцами погонишься, точно никого не поймаешь. Мы планировали завершить программу, которую начали в 2009-2010 году по обновлению автобусного парка. Если помните, мы в 2009 году закупили 92 новых автобуса, затем закупили еще 34 на наши маршруты, в том числе на дачные маршруты. Затем купили 36 новых автобусов для отдаленных школ, школьные автобусы. И на 2011 год у нас был заказ, уже на контракте стояла эта ситуация по закупке еще 100 новых автобусов. С тем, чтобы все-таки весь общественный транспорт Волгограда, весь общественный транспорт Волгограда, если мы говорим об автобусном парке, весь парк на ПТП-7, который находится на балансе, был бы новым, новым. И мы к этому шли. Ну, вы помните потом от решения, которое подписал Бравко, и 2011 год, все планы по дополнительному обновлению автобусного парка все были разрушены. Автобусы дополнительные, стоите их единиц, никто не закупил, и все бросили. Я думаю, что завершить нужно, обязательно завершить обновление автобусного парка города. Завершив это в 2012 году, можно дальше приступать к обновлению троллейбусного парка. Действительно, мы успели купить в 2010 году, по-моему, пять новых троллейбусов, но этого мало. Нам нужно по меньшей мере добрая сотня таких троллейбусов. Естественно, одномоментно закупить город это не может. Но на 2013 год, с ориентиром на бюджет, который уже значительно будет больше, чем в 2012 году, можно будет уже думать о том, чтобы партию эту закупить с помощью лизинговой схемы. Потому что найти средства на хотя бы 30-40 троллейбусов крайне сложно для городского бюджета. А растянуть эти платежи, тем более заказ длинный, он более выгоден любому предприятию, чем короткий заказ, растянуть можно. Закупив, скажем, эти троллейбусы через государственную лизинговую компанию, через компанию, близкую к Минтрансу. С тем, чтобы гарантия была не только с нашей страны, но и со стороны Федерального министерства транспорта. Я думаю, что эти схемы, они работают. Они работали при нас, и они должны работать и дальше. И тогда мы бы за 2-3 года обновили бы и троллейбусный парк. Затем, если мы говорим о обновлении трамвайного парка, здесь тоже нужно работать, и работать очень серьезно. Хорошо существует несколько крупных мощных коллективов при нашем метроэлектротрансе, цех по обновлению нашего трамвайного парка и хорошие работники с хорошим опытом. Но вечно держать состояние на подкраске, на подкручивании и ремонте невозможно. А трамваям по 30-40 лет. Я думаю, что здесь нужно продолжать ту работу, которую мы еще начинали. По лоббированию федеральной целевой программы по обновлению трамвайного общественного парка. Это может касаться не только Волгограда, это может касаться и других городов, и касается городов-миллионников прежде всего. В этом ключе, с учетом продолжения строительства по скоростной линии, конечно же, очень и очень необходимо биться в федеральные министерства транспорта, в федерацию оригинального развития, естественно, использовать здесь мощный потенциал губернатора Сергея Анатольевича Баженова и на условиях софинансирования в эту программу попадать. Я уверен, что если эту работу не забросят, если эти толчки со стороны городских чиновников, областного руководства будут продолжаться на уровень нового министра оригинального развития, сейчас Басаргин перешел на другую работу губернатором, естественно, на уровне Минтранса, то это можно добиться. Но добились же мы с помощью поддержки Сергея Анатольевича Степашина в выделение в течение трех лет денег на вторую очередь скоростного трамвая. Мы в течение восьмого, девятого, десятого года получили два с половиной миллиарда рублей. Добились же. Значит, если биться, то можно открыть любые кабинеты в Москве в том числе. Что касается следующей очереди. Вы знаете, когда в декабре, по-моему, одиннадцатого года разрезали ленточки перед станциями скоростного трамвая, было приятно, что наконец-то работа завершена, но в то же время некий осадок оставался, потому что к этому времени нужно было уже начать в течение одиннадцатого года хотя бы частично проектировать третью часть скоростного трамвая. К сожалению, до сегодняшнего момента, насколько мне известно, ничего в этом ключе не сделано. Ничего. Ни со стороны прежнего областного руководства, ни со стороны временных городских властей, ни копейки не вложены в это дело. И, насколько я понимаю, проекта даже в зачаточном виде, даже в виде эскизного варианта фактически нет. Я думаю, что очень скоро придется вложиться в проектирование третьей части скоростного трамвая и, естественно, ехать в Москву с тем, чтобы финансирование от Минтранса получать. Роман Георгиевич, к сожалению, не должна вас прервать. Время нашей программы вышло. Я вынуждена с вами попрощаться. И напомню, что в гостях у нас сегодня был известный политик Роман Георгиевич Гребенников. Спасибо вам. Прическа ведущей выполнена мастерами салона парикмахерской «Чародейка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова